Музыка Приступаем ко второму выполнению яруса юбки. Для второго выполнения яруса юбки, нижний ярус берем изнаночной стороной к себе, я отворачиваю валан и начинаем надевать петли, граничащие с валаном, одновременно припосаживая каждую вторую петлю на иглы декера. Валаны делим таким образом. Я бы спросила выполнить два валана для нижнего яруса одной детали и в целом четыре детали. И вот мы с вами приступаем. Каждую вторую по линии сгиба мы с вами надеваем. Вторую часть нижнего яруса мы надеваем слева от нуля точно так же. Сложили по линии сгиба и припосаживая каждую вторую полупетлю, начинаем их надевать. Наденьте полностью оба нижних яруса юбки. Вот таким образом, надевая на одну иглу машины по две петли детали яруса юбки. После того, как все петли навешаны, мы с вами навешиваем гребенки и переходим на вязание второго яруса. Гребенки располагаем по всей ширине юбки. Используем такие гребенки, на которые можно навесить тяжелые грузы. Поднимаем нижнюю игольницу, предварительно выполнив петли обвива на всех иглах. После того, как вот ряд обвива поднимаем нижнюю игольницу, еще 4 рядов устанавливаем на 0 и провязываем на плотности 7 и 86 рядов. После того, как мы с вами провязали 86 рядов, выполним распределение петель. Переведем нижнюю игольницу в положение П. и выполним разбор игру под следующий валом. Чем вы будете выполнять? Это абсолютно неважно. Кравом лейстуле. Или это будет мастик для переноса петель. Абсолютно неважно. Теперь мы с вами 37 рядов. Провяжем патентной резинкой на плотности 6,6. Раз, два, три, четыре. В 39-м ряду отключаем фонговое переплетение. Провязываем 1 ряд свернутом. Переносим все петли с нижней на верхней игольницу. После того, как выполните, закройте петли так же, как мы закрывали в предыдущей детали. Теперь мы с вами приступаем к выполнению кокетки и для кокетки мы будем выполнять следующую наборку. Опять же складываем по юбку, разворачиваем ее изнаночной стороной к себе. Надевать петли будем следующим образом. Припосаживать каждую третью петлю. В работе нам нужно 140 петель. Поэтому верхний ярус юбки мы расположим между 70-й иглой слева и 70-й иглой справа. И далее продолжаем. Нанизываем петли. Оденьте полностью верхний ярус юбки на иглу машины. После того, как все петли набраны, снова навешиваем грузы. Кокетку юбки будем выполнять репсовым переплетением. Но прежде чем выполнять, щечек рядов установим на ноль. Выполним один веко белым. Грузовый ярус юбки будем выполнять. И опять же я буду делать. Он уже будет спойдаем. Вспойдаем. Игольницы в положении H. Снизу выставляем иглу соответствующую верхней игольнице. В руки берем трехигольный декер. Плотность 3-4. И начинаем вязать последующие 86 рядов, убавляя в каждом пятом ряду по одной петле с обеих сторон работы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Прекратите выполнять убавки, начиная с 75-го ряда. Таким образом довяжите до 86-го. Мы с вами провязали до 86-го ряда. Нижнюю игольницу переводим в положение П. Выполняем один игольный шаг. Слева направо. И сейчас нам потребуется выполнить линию сгиба для того, чтобы оформить пояс. Я уже связала одну часть юбки и вторую показывала вам под запись, поэтому могу вам уже показать, что и для чего мы сейчас с вами будем делать. Вот посмотрите. Вот она наша линия сгиба. И вот так у нас будет с вами подшиваться пояс. То есть пояс нам с вами не придется вязать отдельно. И это линия сгиба, которую мы сейчас с вами и выполним. Вот мы к ней и переходим. Для того, чтобы выполнить эту линию сгиба, для того, чтобы выполнить эту линию сгиба, все иглы верхней игольницы. Поднимаем вверх, для того, чтобы двойные иголки легче провязались. Снова переводим нижнюю игольницу в положение H и выполняем один ряд справа налево. На верхней игольнице на один ряд выставляем плотность 7. Это будет наша линия сгиба. Выполнили. Теперь снова доставляем соответствующие иглы в нижнюю игольницу. Готово. Выставляем плотность. Теперь уже 2, 3. И вяжем один ряд слева направо. После того, как ряд провязан, вяжем 20 рядов репсовым переплетением. После чего вновь перевозим игольницы в положение P. переносим петли с нижней на верхнюю. Снова переводим игольницу в положение H. Выдвигаем в переднее положение все иглы. Плотность. Выставляем. Выставляем плотность в итоге по нижней игольнице 6, по верхней игольнице 3, по нижней игольнице 6. Провязываем один сглаживающий ряд справа налево. Аккуратно. Спешить никуда не нужно. Опускаем игольницу. Опускаем петли. Закрываем петли точно так же, как мы закрывали до этого. И переходим к сборке нашей юбки.